У нее есть одна особенность. В отличие от игр, игропрактика занимается решением конкретных прикладных задач. И большую часть того, что я вижу, это такие сложные симуляторы в виде настольных игр, пытающиеся имитировать все аспекты какой-либо процесса или какого-либо деятельности. Но на самом деле от этого они получаются а. сложными, б. неиграбельными, в. скучными и требующими очень большого количества мастеров для того, чтобы это прорвать. Мы же, здесь я обращаюсь к такому довольно большому кругу лиц, я буду упоминать эти имена, все время были сторонниками игропрактик простых. То есть там, где одна-две механики, но ее можно использовать как массовый формат. И я буду приводить примеры, в том числе механик, которые за последние 8 лет, например, прошло 20 тысяч человек. Может быть больше, это только то, что мы плюс-минус контролируем. Значит, ну, как обычно, кто я такой и почему я вообще могу говорить про игропрактику. 20 лет, больше уже почти 25 лет я занимаюсь сюжетно-ролевыми играми. Я мастер сюжетно-ролевых игр. Мои игры в свои годы становились лучшими в сообществе. Я 20 лет занимаюсь именно игропрактикой, то есть делаю игры под заказ для решения каких-то прикладных задач, получаю за это деньги. Я много вкладываюсь в развитие игропрактики. И в том числе и методическое, и как сообщество. Там разные вещи в этой связи делал. И, кстати, вот здесь на фотографии как раз пример одной из игропрактик, разработанных, ну, в первую очередь, Денисом Коричным. Я, Анной Стариковой, Георгем Гавбауэром, Дмитрием Забировым. Видите, Лазарин тут с большим коллективом людей, которые сделали вот ту самую механику, в которой 20 тысяч человек уже прошло. И ее легко можно проводить от, в буквальном смысле, губернаторского кадрового резерва до школьников, поступающих в вузы. Ну, то есть у нас диапазон очень широкий и очень простой. Вот про силу таких игропрактик я сейчас и коротко расскажу. Давайте сначала восстановим картинку, ту базовую схему, на которую мы опираемся, когда вообще рассуждаем про игропрактику. Ну, первое. У нас есть вообще-то какая-то реальная ситуация. Это какая-то деятельность, это какой-то процесс. Он как-то описан, у него есть какие-то стороны. Понятно, что в этой ситуации есть какие-то люди внутри и какие-то задачи, которые перед этим стоят. Вот это то, на что мы смотрим на чай. Для того, чтобы нам сделать по этой ситуации игру или подобрать игру, которая с этой ситуацией сможет работать, нам надо понять, а в чем там проблема. Вот с этого базового места мы начинаем, собственно, проектировать, проводить, ну, как бы создавать игру. И дальше у нас игропрактика не может быть завершена, если не был произведен разбор игры, ну, собственно, а что там происходило, и не была произведена рефлексия, то есть присвоение опыта и возвращение обратно в деятельность уже людей, которые говорят, окей, тогда эту ситуацию мы можем крутить, смотреть по-другому, процесс исполнять иначе, сами себя вести как-то в другом и так далее. Вот базовая схема, на которую мы опираемся. Эта схема может выглядеть вот так. Например, самая классическая история – это аналитическая игра. У нас есть какая-то деятельность, какой-то процесс, есть какая-то проблема, ну, например, он идет не так, или в нем есть ошибки, брак, допуск, он слишком долгий, он нас не устраивает под эту задачу. Мы делаем модель процесса, проводим игру, а обратно реконструируем из игры, что у нас получилось в модели, и дальше возвращаем в процесс. Например, большое число игр про бережливое производство построены вот про эту. Можно быть чуть сложнее. Это проектирование. У нас есть процесс, который нас вообще не устраивает, мы его просто откладываем, делаем игру, в которой моделируем, ну, как бы, наши представления о прекрасном, из этой игры реконструируем, как должна выглядеть деятельность, возвращаемся в... создаем эту деятельность буквально в смысле с нуля. Ну, в некотором смысле, очень-очень приближенном, здесь я делаю большую прям натяжку, оргдеятельность на игры, вот вокруг этого тоже подходы крутятся. Но здесь могут быть, например, игры... Вот самая первая деловая игра, проведенная Бернштейнами в 1929 году в СССР, была игрой по развертыванию производственного цеха. Не было этого цеха, собрали людей, будущих работников, мастеров, инженеров, вместе с ними проиграли и на выходе построили, ну, собственно, всю эту систему. Как должно стоять оборудование, как должны работать люди. Аналог можно посмотреть, например, в фильме про Макдональдс, называется «Основатель». Там прям видно, как, значит, играют. Есть то же самое история, но навыковая. Нам не надо разбираться с самой деятельностью, процессом ситуации, но нам надо разобраться с тем, как люди в ней работают. И какой-то навык отработать. Огромное число тренингов, использующих игровые инструменты, например, по продажам, по переговорам, по коммуникациям. И это, вот, это прекрасный пример. В некотором смысле управленческие поединки, созданные Владимиром Тарасовым и Широковым, у нас распространенные, значит, которые, собственно, раскачивают этот навык переговоров, продажи, значит, введения дискуссий, диалога, да, там, победы над соперником в диалоге. Они будут построены по этой схеме. Процесс не меняется, он как есть продажа, так и есть продажа. А вот навык у людей раскачивается. Или, например, можно сделать развлечение, когда людей надо вытащить из процесса. Ну, то есть, нам надо не с процессом раздеваться, а с состоянием людей. Нам надо их вытащить, сделать из несчастных счастливыми, ну, или из нерадостных радостными, из восторженных, наоборот, там, подторможенными. Ну, разные, может быть, задачи. Вот, и, как бы, дальше они возвращаются и работают хорошо. Вот, схема у нас базовая одна, но типология, ну, как бы, решаемых задач можно сильно раздать. Теперь давайте смотреть, а как мы, ну, собственно, начинаем работать. Первое. Мы начинаем реконструировать и декомпозировать ситуацию. И задаем довольно много вопросов. Ну, например, а что это вообще за деятельность? Вот мы что наблюдаем? Это на самом деле не самый простой вопрос. Ну, то есть, кажется, что... Что я наблюдаю? Я наблюдаю бизнес-тренинг. Или я наблюдаю рабочих, которые в цеху передают друг другу полуфабрикат, заготовку, и на выходе получается какое-то готовое изделие. Или я наблюдаю человека, который в офисе, значит, что-то делает в компьютере, что-то там пишет, печатает на каких-то бумагах, где-то расписывается, где-то что-то перекладывает, сортирует. В чем суть? Что на самом деле происходит? И что, собственно, ну, как бы, должен сделать человек? И с этим разобраться. Ну, как бы, иногда просто. Потому что есть готовые, ну, как бы, шаблоны, образцы. Ты такой, если ты это сделал на одном заводе, то, скорее всего, на другом заводе делают примерно то же самое. Но на самом деле жизнь вокруг нас довольно сложная. Профессий много, деятельностные много, ситуаций много. И что там происходит, ну, как бы, далеко не всегда понятно. Я очень много занимаюсь разного рода групповой взаимодействием, групповой коммуникацией. Внешне они все выглядят одинаково. Есть флипчарт, есть ведущий, есть какое-то количество людей. Они все сидят на стульях или стоят революционно с флипчартом, кричат, значит, или говорят по очереди, что-то записывается на флипчарте. Выглядит одинаково. Суть может быть совершенно разная. Это может быть... Даже процесс разный. Может быть генерация идей. Это может быть... Люди просто выговариваются, им надо выговориться. Это может быть, ну, на самом деле, какое-то позиционное противостояние. Ну, заявление разных позиций, разных точек зрения на то, что там происходит. Ну, то есть, там... Это может быть легитимизация ранее принятых решений. Просто оно происходит в форме обсуждения, переваривания, а как же с этим жить и так далее. То есть, вариантов миллион. Поэтому это важно разобраться. Дальше. А какие там есть позиции? Ну, вот не люди, не даже их колеса. Какие позиции существуют в этой деятельности? Как они друг к другу относятся? Как они относятся к деятельности? Это следующая группа вопросов. Дальше. Ну, а вообще, как это должно работать? Ну, то есть, в чем состоит проблема? Что не так? Почему вообще должны это разбирать? Почему мы это должны разбирать через игру? Это другой вопрос в стороне находится. Но в чем проблема? Ну, как бы... Люди работают, станки гудят. Бумаги перекладываются. Ну, что? Ну, и понятно... А люди-то что там делают? Ну, это мы там как-то живем. Отсюда мы получаем какой-то набор представлений. Какие существуют цели и задачи. И мы их превращаем в игровые цели и задачи. Какие существуют роли. Какие существуют ограничения. Ну, то есть, что нам обязательно надо соблюсти, чтобы это было, ну, как бы невольный напев на тему. А все-таки, реконструируя потом игру, можно было восстановить, ну, и применить ее именно к этой ситуации, той деятельности, которую мы разбирали, той проблемы, вокруг которой мы крутились. Ну, и понятно, а какой главный процесс там существует? Вот здесь отдельно сносит, какой главный процесс. Не вообще, какие процессы там существуют. Это главный. Дальше это превращается в игру. Образ. У игры должен быть образ. Причем, самое главное здесь, вопрос не в том, чтобы подобрать, я об этом чуть позже скажу, какой-то очень яркий образ. А в том, чтобы в этом образе можно было, ну, как бы увидеть проблему. Ну, то состояние, которое мы потом разбираем. Второе. У нас должно быть описание мира, описание ролей и описание ограничений. Ну, то есть, мы в игре должны игровыми способами, игровыми средствами воспроизвести аналог ситуации, с которой мы работаем. Понятно, что мы его воспроизводим, и вот здесь тоже важно, не как он есть в отдельной компании или в отдельной группе лиц, в отдельном нашем наблюдении. А мы его, поскольку мы провели вот ту самую предыдущую реконструкцию, воспроизводим как, ну, как бы, как типическое. Как он должен быть. Как он, нет, именно как типическое. Вот есть личности, а есть архетипы личности, да, есть мотивы, а есть метамотиваторы. Да, есть сотни процессов, но мы, как бы, реконструируем, ну, вот если там обращаться к сути процессов, то их не очень много. Ну, банально. То есть, например, вот мы наблюдаем вокруг себя разные деятельности. Например, вы звоните в банк или вы стоите в очереди в супермаркет. Разные деятельности, разные. Но процесс там в базе лежит одинаковый. Это процесс управления очередью. Самое смешное, что если у вас завод выпускает не один продукт, а десятки видов изделий, то у вас возникает та же самая задача, очередность загрузки станков для того, чтобы, значит, по определенной номенклатуре выпустить, значит, по определенной план продукции. Разные, ну, внешне ситуации разные. Вот завод большой, десятки тысяч людей работает. Вот супермаркет тоже большой, тысячи людей каждый день проходит. А вот у вас проблема, вы позвонили в службу, значит, не знаю, поддержки банка или в техсервис, или в там, ну, телефонную компанию, в свою управляющую компанию дома, где вы живете. Но процесс там одинаковый. Разработана еще, ну, как бы, это математическая история. У меня сын сейчас изучает в IT. Да, да, да. Как раз телетрафик это и есть очередь. И вот это мы пытаемся реконструировать. А что же там, вот, когда я говорю, что такое суть, что там реально происходит, в чем, значит, вот, мы вот это реконструируем. Это самое главное. Не то, что ты наблюдаешь, а что там в подложке. Значит, и вот это должно быть отражено в сюжете. Подчеркиваю, здесь мы сюжет рассматриваем, в отличие от того, как он рассматривается с художественным произведением, довольно утилитарно. Это не, я сейчас воспользуюсь игровым словом, это не сеттинг. Ну, то есть, не антураж мира, в котором это происходит. А это скорее то самое, ну, можно опять вернуться там к архетипическим историям, базовым сюжетам. Что здесь происходит? Какие есть участники в этом? Главные, не надо всех. Как в, значит, в книгах Мартина, там в каждой семье сотни персонажей перечислены. Ну, как бы все умерли, но смысл в том, что не надо всех перечислять. Ну, и какие ограничения существуют? Ну, условно, в любом архетипическом сюжете есть ограничения. Герой не может сразу пойти и слубить, значит, противнику все головы с плеч. Ему сначала надо раскачаться, потом найти супероружие. Вот, а еще время есть специальное, там ночь, место специальное, Калинов мост. Ну, вот условно. Это и сюжет, это и предлагаемые обстоятельства. Да, да. Если переводить в художественный язык, то это сюжет и предлагаемые обстоятельства. Все так. Сценарий. Вот здесь это как раз история про то, а что должно происходить. То есть мы должны сообщить участникам игры, что с ними будет происходить и чем, по идее, все должно закончиться. Потому что условия победы, то есть чем все закончится, мы, конечно же, им объявляем. Заранее. Здесь важно. Игропрактики не существуют без хотя бы какой-то заявляемой победы, выигрыша, ну и подсчет очков. Этот выигрыш может быть коллективный против карты, он может быть друг против друга. Одна группа участников против другой группы участников. Разный, но он всегда заявляется, он всегда есть. Поэтому там есть игры конкурентные, кооперативные, конкурентно-кооперативные. Сейчас в это углубляться не думаю. Но важно, чтобы тот сценарий, тот результат, к которому они должны идти, он примерно соответствовал тому результату, который вообще-то должен получаться. Если мы возвращаемся к ситуации, то там, помните, был такой момент, задача. Она всегда есть. Ну и последнее. Это, собственно, модель. Те имитации, которыми мы пытаемся воспроизвести проблему в определенной ситуации. И эту проблему как-то разобрать, решить, найти, что с ней делать. А вот эта модель должна соответствовать тому самому главному ключевому процессу, который мы выдернули из всей ситуации, который, собственно, и порождает проблему. И он должен содержать, понятно, ограничения, чтобы у нас участники двигались. Теперь, как мы заканчиваем? Ну, все просто. У нас разбор рефлексии. Сейчас убираем эмоциональные, значит, какое-то последствия, которые мы называем шерингом. Поэтому разбор рефлексии. Что, собственно, участники делали в игре? Ты знаешь, у рефлексии, вот я, например, в тренинге обучаю тренеров сначала снимать... Да, да, да. У вас иначе нельзя... Мы проходим, мы проходим всегда историю шеринг, дебрифинг, рефлексии. Но здесь я специально останавливаюсь только на двух последних. Ну, то есть, во-первых, конечно, надо разобрать, что там происходило в ЭДЕ? Кто, значит, в чем была суть тех действий, которые им присутствовали? То есть, понятно, что мы просили от игроков делать какие-то иногда очень забавные, иногда очень нелепые действия. Ну, например, я дальше про это буду рассказывать. Игра поля связанности. Это давайте-ка мы соберем карточки с поля. Очень нелепым образом, вдвоем, значит, одному еще глаза завязали, второй, значит, руками ничего с пола поднимать не может. Ну, и вот, значит, 20 пар ходят, и эти карточки как-то собирают. Ну, причем на время, по цветам. Значит, но дальше с ними надо разобрать. А какой процесс-то мы пытались тем самым отобразить? Что они делают? Понятно, что мы должны, ну, как бы оттуда сделать шаг. А что происходило на самом деле? Понятно, что дальше мы должны сказать, вернуть уже в... Вот здесь начинается, ну, по-настоящему, а давайте-ка мы вернемся в проблему. А как мы теперь, получив вот этот опыт, можем посмотреть на проблему? Что там не так? Что вы теперь там увидели такого? Что? И понятно, что мы возвращаемся в историю задачи, ну, то есть, какие задачи есть уже не в игре, а в ситуации, с которой мы работаем. Какой там процесс, какие там ограничения остались. Новые мы их подвинули, мы их сняли. Да, мы какие-то новые. Ну, и что мы делаем дальше? Ну, без этого, понятно, завершение невозможно. Мы должны понимать, в чем жить. Значит, вот это способ размышления для того, чтобы сделать простую игропрактику. Ну, вообще любую игропрактику. И те игропрактики, которые мы делаем в частности. Если этот механизм, ну, там, в моем утверждении, если этот механизм не заложен, то вы создадите прекрасную имитацию реальной деятельности. Она может быть визуально красива, дизайнерски совершенно. Но в нее, может быть, даже будет весело играть. Но максимум, что люди получат, это развлечение. Никакой связки с тем, с теми задачами, которые стоят в этой деятельности, находятся в этой ситуации, с проблемой, которая есть в этой ситуации, не произойдет. Все приведет. Поэтому из ситуации надо выйти, разыграть, разобрать и войти. Ну, вот понятная история. Теперь, собственно, про простые вещи. Главное. Ведущий игровой процесс, который мы закладываем в эту игропрактику, должен быть простым, абстрактным, амштабируемым. То есть, не надо делать 20 разных действий. Сделайте одно. Вот упомянутая мной игра полисвязанности. Люди делают одно действие. Они берут карточку с поля. Дальше я могу придумать 50 способов брать эти карточки с поля. И вокруг них строят множество ограничений по времени, по тому, что роли могут делать, не делать и так далее. Еще одна игра, которую я буду позже приводить в пример. Как раз мы позаимствовали ее и чуть-чуть доработали. Кайдзен институт японский. Это собирание оригами. Весь процесс превращен в то, что люди собирают оригами. Он прост. 99% людей справляются с этой задачей. Он абстрактный. Его можно переносить как с аватскими, так с офисными, так и с фрилансерами, с детьми, с чиновниками, с высокообразованными, с только учащимися. И он масштабируем. 100 человек может собирать оригами, 1000 человек может собирать оригами. Мы можем стадион в целом посадить, и они будут собирать эти оригами. Ограничивающий фактор, который мы вводим в игру. Ограничения должны быть всегда. Иначе, во-первых, неинтересно. Во-вторых, у нас нет той самой соответствия. У нас нет проблематизации. Ну, как бы, все легко. Поэтому ограничивающий фактор. Вот здесь очень интересно. Он должен быть легким в исполнении. То есть, когда мы говорим в игре полисвязанности, что есть две роли. Технолог и организатор. И у технолога завязаны глаза платком, который держит организатор. И организатор не может отпускать платок. Организатор может одну минуту подержать руки за хвосты платка. С этим справлялось 99% людей разного возраста, телосложения, цвета кожи. Ну, то есть, вот реально. И технолог может минуту походить за вязанными глазами, пособирать с пол эти карточки. С этим справлялось 95% людей. Ну, за исключением тех, кому прям, ну, совершенно невозможно наклоняться. Это очень пожилые. И люди, имеющие, ну, физические, например, травмы отклонения. Но 95% с этим справлялись. Он веселый. Ну, как бы, сразу вокруг масса возникает аллюзий, фантазии. Значит, каких-то флешбеков к детству. Там, каким-то еще ситуациям. Поэтому, и он занимает время. То есть, создает сложность, потому что, в противном случае, карточки можно было бы собрать за 10 секунд. Так, уходит минута. Главный элемент игры. То есть, кроме процесса игры, то есть, что мы делаем. Главный элемент. Ну, к чему мы стремимся. Он должен быть, возможно, малым. Дробным. И простым, посильным в исполнении. Вот это оригами. Малая. Лист бумаги. Дробная. Ну, у нас есть там игры, в которых там есть кубик, стикер. Дробная. Стикеров может быть 100, может быть 1000, миллион. Простой в исполнении. Есть игры, в которых надо просто на стикере написать цифру. С этим можно справиться. Когда вам надо на каком-то поле, содержащем 20 параметров, два дополнительных поля, расставить 16 карточек, переложить их еще определенным образом, вы, безусловно, путаетесь. Леша, у нас сдул до 4-х, там, на игры 21-го века, и мы обратно, Леша, на связи. Да. Два данииллянца придет, ты. Да. Ты же потом вырежешь это, да? Да, я все сделаю. Да. Окей. Значит, мне осталось 3-5 минуточек. Да. Значит, антураж. То же самое. Не надо увлекаться сложным дизайном. Да, это выглядит прекрасно. Ну, просто превосходно. Но, чем проще у вас понятный, масштабируемый, усвояемый антураж, ну, стикер. Элементарный стикер, фломастер, лист слепчарта, лист бумаги, тем проще... Палочки, найденные в соседнем, значит, соседнего куста, тем проще вам развернуть эту игру в любой точке с любым количеством участников и, как бы, тем проще масштабируемый. Коммуникация. В игре она должна быть очень четко заявлена, обозначена, ограничена, как она происходит. Например, это могут быть строго заданные речевые формулы. Буквально на днях моя коллега Кристина Роперт вместе с Юрием Некрасовым разработали игру на межкультурную коммуникацию. Она была простая, она вообще проходила онлайн. В нее играли представители пяти стран. Играли они представители совершенно других стран по условиям ограничений. Специально, чтобы это не вызывало... То есть, мы их выдернули из их... Чтобы разобраться, что такое культурный код, они должны были говорить специальными фразами. И отслеживалось только соблюдение вот этого этикета говорения. Все. То есть, это простая навыковая штука, на которой можно потом разбирать... Ну, как бы, можно оттачивать искусство говорения, а можно разбирать, собственно, как, в какой стране надо себя вести. Такая многосторонняя использовая. Ограничения должны быть варьируемыми. Ну, то есть, если мы вводим ограничения, например, по времени, минута, мы можем сделать 30 секунд, мы можем сделать 2 минуты. Если мы вводим ограничения по пространству, мы можем сделать поле больше, поле меньше. Если мы вводим ограничения по объему ресурсов, мы можем карточек ввести больше, меньше. Это позволяет вам практически бесконечно сжимать и расширять само игровое действие в зависимости от числа участников, имеющегося у вас времени, стоящей перед вами задачи. Когда вы стиснуты с тем, что что-то работает только если за столом сидит восемь игроков, вы ограничены. А пришлось семь. Пять. Ну, то есть, и все встает. Это основные, даже не правила, скорее лайфхаки, может быть уже и правила, которых мы придерживаемся, чтобы сделать простые убойные игропрактики, решающие множество задач, которые можно сделать один раз и делать потом в любой аудитории с практически неизменным успехом. То есть, я знаю, конечно же, на каждую игропрактику, которую мы делаем, один, два, три случая того, что аудитория вообще ее не принимала, игровой отказ, мы не будем в это играть, давайте займемся чем-то другим. Или игра сама проходила, а вот игропрактика, разбор и уход, возвращение в проблему не случались. Мы говорили, окей, ну, как бы соотношение три случая на тысячу проведений, это нас всегда не расстраивает, не будем скрывать, мы очень переживаем, когда не получилось. Мы помним, про эти случаи мы их отдельно разбираем, но соотношение, понятно. Значит, ну и, конечно, что не надо делать. В основном это, конечно, повторение уже сказанного, но такое забить, значит, последний вот штрих навести, значит, вот на этой мраморной скрижалеку. Значит, не надо пытаться воспроизвести деятельность, как она есть. Сосредоточьтесь на одном процессе, этого достаточно. Возьмите одно главное, то, что вызывает проблему. Внезапно вы выясните, что оно в этом виде, в таком типологизированном виде встречается в большом количестве ситуаций, а значит, может быть применимо не только там, где вы начали разрабатывать эту игропрактику, но и в других местах. Не вводите больше одной модели. Хватит. Лучше пусть она будет вариативная за счет ограничений, масштабируемости. Но одной хватит. Люди и так не запоминают больше трех сущностей, которые вы вводите. Ну, как бы, потом им становится грустно, скучно от того, что они не могут приступить к игре, потому что не могут разобраться в сценарии, что им надо делать. И давайте отделять игропрактики, которые мы вводим специально внутрь процесса обучения, или внутрь стратегических сессий, или внутрь тренинга, в разные ситуации, которые мы вводим специально для того, чтобы решить какую-то проблему. И люди вообще-то приехали не за этим. Они проблему решают. Задача есть какая-то. И игра для фана настольная, созданная для фанатов какого-то сеттинга. Который готов, бесконечно разложив это поле, читать трехсотстраничный плейбух и в нем ввести дополнительные фэновские обсуждения в Дискорде. Ну, как бы, это же разная абсолютная история. Ну, поэтому, значит, проще. Не надо озабачиваться точным соответствием деятельности. Надо заботиться тому, что она была узнаваема в своем главном компоненте. Чтобы люди понимали. Да, это задача на очередность обслуживания. Вот в примере, приведенном с запуском изделия в обработку, с супермаркетом и ожиданием на телефонной линии. Это задача на очередность обслуживания. Значит, не старайтесь брать за основу известный сеттинг. Он сильно вас ограничит. И более того, может увести не туда. Ну, самые известные сеттинги, понятно, это «Звездные войны», «Гарри Поттер», «Игры престолов». Ну, вот такое. Ну, давайте Джека-Воробья поиграем. Окей. Это очень хорошо подходит, наверное, для новогоднего корпоратива. Или для годового корпоративного выезда. И то там есть у меня сомнения. Ну, просто заезженность темы. Не надо. Сделайте проще. Возьмите одну узнаваемую метафору. В игре «Полесвязанности», когда мы скажем, что есть роль организатора, есть роль технолога. И технолог работает руками. То есть, он делает, он собирает карточки. Все сказали. Ну, да, конечно, кто же работает? Исполнители же в поле. Они вот там же, вот они. Все понятно. Ну, как бы. А организатор только вводит руками. Ну, да, все сказали. Конечно, все понятно. Организатор, он же организует. Он же вводит руками. Нет, он в поле не выходит. Вот. А поскольку, дальше мы сказали, только организаторы знают задачу. А технологи, как правило, ну, как бы, настоящую задачу не знают. А получают только поручение. Поэтому не глаза завязаны. Все сказали. Да, все, конечно, ну, как бы, что... Хорошая метафора, да. Отлично. Не надо сложнее. А не надо делать длинные такты. И давайте же мы три часа будем переставлять фишки. Нет. Это скучно. Все устанут. Минута, три минуты, две минуты. Ну, управленческие поединки, значит, длятся там, по-моему, по минуте, по две. Значит, люди должны высказываться. Весь цикл длится там несколько минут. Значит, вот, не надо долго. Быстренькими тактами движемся к цели. Пусть их будет много, чтобы люди могли делать попытки, например. Неправильно, неправильно. Попробовал по-другому, получилось. Правильно. Ну-ка. Не вводите больше трех-четырех элементов. У вас есть карточка, например, трех цветов. Достаточно. Ну, если за каждым цветом стоит свой смысл, все, три элемента достаточно. Если у вас есть стенд, на который они должны быть в итоге наклеены, вот, тендерный комитет, четвертый элемент, все, хватит. Не усложняйте. Ну, и, собственно, примеры неоднократно уже здесь упомянуты. Поле связанности. Разработка 2015 год. Денис Коричин, я, Аня Старикова, Георгавауэр, Катя Селиховкина. Ну, и присоединившиеся товарищи. Там много, большой, правда, коллектив. Мне даже очень сложно уже перечислить всех, кто вложил руки и голову в эту игропрактику. А какую, значит, ситуация, вокруг которой мы это разработали, это была история с формированием программы развития туризма в Республике Коми. Что мы вскрыли как проблема? Что есть большое число участников, которые хотели бы в этой туристической деятельности поучаствовать. Организаторы мероприятий, гиды, владельцы отелей, ресторанов, директора музеев, каких-то... Руководители муниципалитетов, на балансе которых находятся памятники архитектуры. Все хотели бы откусить этого потенциально, значит, вкусного пирога. Но встает вопрос координации их усилий. Потому что все проводят на своей территории или в своих каких-то силах какие-то мероприятия, дни города, празднества. Но падает это все на одни и те же даты. Турист не может приехать. Внимание прессы распыляется. Ну, и как бы это все очень сложно собрать в кучку. Проблема координация усилий распределенной группы лиц. Окей. Что мы сказали? Мы некая команда из двух человек. Организаторы, технолог, собирает с поля карточки по определенному регламенту. Для этой группы участников... 70, по-моему, человек. В первую группу. Это был как раз момент, что они когда посмотрели, как они собирают. Что если таким же способом подходить к сбору календаря, то все мероприятия разного толка можно синхронизировать так, чтобы пресса уделяла внимание как бы всем, чтобы турист мог проехать с одного фестиваля на другой фестиваль и получить всем массу удовольствия. Масштабируемость. В эту игропрактику может играть от 20 до 60 человек. У нас были ситуации, когда одновременно в эту игропрактику играло 600 человек. Просто это было 10 площадок. Ну, в буквальном смысле на одном баскетбольной площадке. Все. Ну, то есть она масштабируется легко. Дробность. Да, у этой игры есть ограничения. Должна быть дробность пара. Ну, то есть организатор-технолог. Если нет нечетное число участников, ну, у нас там есть решение, но лучше, чтобы число участников было четно. А варианты применения, как уже было сказано, программа туризма Республики Коми. Составление индивидуальной образовательной траектории. У нас участники, будущие абитуриенты, только поступившие в ВУЗ во время кампус-квеста, играли в эту игру, а потом разбирали, что вообще-то вот так собирается индивидуальная образовательная траектория. Если у тебя есть в голове определенные правила, к которым ты стремишься, то ты можешь спокойно их собрать. Или, например, мы готовили первую команду, ну, первую сборную России на мировое первенство WorldSkills 2015 года. И там же нет вот такого большой команды. Там каждая компетенция, это, по сути, пара участник и эксперт. И у них вообще даже разные задачи. Участник выполняет задания, а эксперт считает очки, причем свои, других участников, потом бьется с другими экспертами за то, что, ну, там сложная история. Но мы, сыграв в эту игру, они поняли, как координировать друг к усиле. Там вопрос был уже не в сборе карточек, а в том, что вообще-то не видят друг друга, но можно чувствовать друг друга и координировать, и синхронизировать усилия. Более того, можно, несмотря на то, что каждая пара вроде работает индивидуально, но все выполняют, по сути, одну и ту же задачу. Сходную. Они могут координироваться в большой площадке. Вот простой пример. Тендерный комитет разработчик Денис Коричин. Я немножечко приложил руки, и еще целый ряд коллег. Проблема, которую мы вскрыли, – согласование интересов. Разные команды сложно согласуют интересы друг с другом. Это могут быть команды, например, занимающиеся проектами внутри одной корпорации. Или команды, которые находятся внутри одного акселератора. Ну, вот там вариантов миллион. Процесс. Как мы его реконструировали? Составление соревновательной заявки соответствующей требованиям. Выглядит это так. Дорогие друзья, вы все можете подаваться на тендер. Вот два тендера. Один государственный, один частный. Ну, неважно. Вы должны прояснить в ходе игры требования к квалификации этого тендера. Сравнить, совпадает ли ваша квалификация с квалификацией требующейся. И принять решение, вы идете в один тендер, в другой тендер. Или вы с кем-то кооперируетесь, чтобы ваша квалификация была чуть лучше. При этом тендер считается состоявшимся, если заявок минимум две. И, как бы, мы ввели конкурентный элемент. Но в целом, самая выигрышная тактика, это собрать всех, посчитать все очки. И сделать две заявки, так, чтобы одна точно выиграла, вторая точно проигрывала. Ну, как бы, все, аккуратно, значит, забрать с поля, ну, как бы, весь ресурс. А потом его как-то поделить. Дробность участников. Значит, да, в поле играло до 200 человек. В 2017 году мы эту игру делали при подготовке форсайт навигации, например. Играло почти 200 человек. Это было очень весело. Ну, огромное зале точки кипения на баррикадной. Все эти 200 человек поместилось. Они выкрикивали. Я лучше знаю, как нам сейчас надо поступить. Нет, я. Давайте с группой. В общем, давай. Это отдельный коммуникационный процесс. Да, но дробность участников один. Ну, то есть, пришло 21 человек. Окей. Пришло 33 человека. Окей. Ну, 40. Ладно. Ну, их стало 39. Все равно играется. Ну, то есть, тут нет никакой сложности. Потому что вы можете делать команду из двух, из трех, из одного. И легко играть. Вы можете вводить 10 команд, 20 команд, 30 команд, 40 команд в поле. Ну, то есть, вот за счет этого можно варьировать. Варианты. Работа с грантами. Друзья, вы все прекрасные изобретатели подаетесь на гранты. Ваша задача – забрать весь грантовый пол. Или работа с федеральными целевыми программами. Или, значит, работа с решением большой проблемы. Или работа с проектами внутри корпорации. Да, там какой-то проектный пул, каких-то инициатив. Ситуаций много. Смысл одно. Один, что есть какой-то пул конкурентных заявок, и как-то с ними надо что-то сделать. И через механизм интернерного комитета это легко вскрывается. Упомянутая игра, мы ее называем «Курица». В оригинале она, по-моему, называется как-то по-другому. Птица. Разработка Кадзевлин-институт. Казанский геропаркетический центр ее доработал. Ну, кроме того, что перевел на русский язык, еще и доработал. И мы немножко поменяли правила. Проблема синхронизации людей в деятельности процесса и повышения производительности этого процесса. Как мы понимаем, встречается много где. Процесс. Очень простой. Вы просите людей собирать оригами. Вот в виде этой птицы. Просто не каждый сидит за своим рабочим местом. А они последовательно делают сгиб. Переводают. Ну, и так далее. Число людей от 20 до 100 человек. Легко. Просто вы можете сделать одну производственную линию, две производственные линии. Вот в последний раз мы сделали две производственные линии. И еще за счет этого мы симулировали работу директората. Потому что у каждой производственной линии был начальник. И еще был начальник как бы всего... Ну, как бы закон. Это позволило еще вот эту коммуникацию отстроить. То есть, за счет ввода одного всего лишь дополнительного элемента под названием начальник. Мы сумели еще отработать и разобрать коммуникацию. А как вообще происходит синхронизация, например, в территориально распределенной корпорации. Дробность 1. Ну, то есть, понятно, у вас пришло 7 человек или 8 человек, вы можете все равно собрать производственную линию. Если у вас пришло 12 человек, вы просто собираете 2 производственные линии. Ну, то есть, это вот очень легко. Ну, и варианты отрадок любого процесса. Производственный процесс. Согласование документов. Или, например, не знаю, там, то, что происходит внутри, там, МФЦ, да, там, вот это движение в режиме одного. Пожалуйста, мы сомневаемся и обсуждаем, как это происходит. А, да, могу привести еще пример игры, там, Снежинка, да, тоже разработанная динами. Это разработка лин-стартап-машины американской компании. Мы ее перевели на русский язык, доработали. Я, Денис Коричин, еще несколько человек. Мы немножко поменяли правила. Очень простой процесс. Надо вырезать Снежинку. Очень простое требование. Надо попасть в соответствие максимального числа заказчиков. Мы понимаем, что любая разработка любого продукта, это в целом описывается этим процессом. Собственно, почему она используется и в дизайн-мышлении, и разработана, собственно, для бизнес-инкубаторов, акселераторов, стартапов, всевозможных студий. Вот простые вещи. Бумажка, ножницы, клей, стикер, палочка позволяют разбирать множество самых сложных проблем. Делать это быстро, задорно, массово. Что важно, мы оторваны от стола и предела в 6-8 человек участников. И практически в любой точке страны, в любом месте и на коллегах. Собственно, спасибо за внимание. Знаешь, где там кнопка? Наверное, она называется кнопка стоп.